Знакомая нашего сценариста этим летом окончила Московский государственный лингвистический университет и поступила в столичный педагогический университет в Пекине. В российском вузе она каждый месяц получала стипендию в 3000 рублей. Это еще неплохо, во многих вузах намного меньше. В китайском она получает тоже 3000, правда юаней. По нынешнему курсу примерно 30 тысяч рублей. Итого российский студент может питаться на 100 рублей в день, китайский на 1000. Мы купили продуктов на 335 рублей, вы их сейчас видите. Треть дневного рациона, то есть примерно один прием пищи китайского студента. Теперь посмотрим, сколько из этого всего сможет себе позволить студент из России. Если в Китае студент покупает себе десяток яиц, то в России сможет купить одно. А еще он купит себе вот такую вот палку колбасы. Ну, российский студент сможет себе купить примерно одну десятую часть. Бутылка молока для китайского студента превращается в примерно половину стакана. Килограмм овощей превращается в небольшую дольку помидоров. Ну, от батона хлеба останется всего несколько ломтиков. Ну, а точнее здесь их 17, а 1,7. И вот у нас получился прием пищи российского студента. Ну, а вот это вот гора китайского. Жить, конечно, на все это можно, но больше тянет на выживание. Еще ведь нужно тратить на транспорт, интернет, ну и так далее. Ну, а чтобы получилось совсем наглядно, давайте посмотрим на диаграмму настоящей студенческой еды. Вот столько может позволить себе российский студент. И вот столько. И вот сколько.